Как зарабатывать больше? Этот вопрос особенно актуален сейчас, и поэтому в России все большую популярность приобретают услуги так называемых коучей. В Тюмени практически каждую неделю приезжают люди, готовые научить, как правильно жить и работать. Между тем, в России уже было несколько случаев, когда после подобных курсов люди кончали жизнь самоубийством. Так как понять, будет ли занятие с коучем полезно, разбиралась Анна Княжева. Более 300 умнейших людей, мудрецов, экспертов, коучев, тренеров дарят свои знания. Всего лишь за 5 долларов в неделю вы можете приобрести мудрость, знания, которые подарят вам богатство. Это типичная реклама курсов личностного роста. Услуги коучей или тренеров сейчас на пике популярности. А Юр Ербоктанов несколько раз посещал семинары приезжих специалистов. Впечатления смешанные. Я сталкивался с тем, что приехал очень жесткий тренер. И он тупо три дня подряд гнобил аудиторию. Я-то отсеялся где-то на первый день. Деятельность коучей ничем не регламентируется. Поэтому здесь, как повезет, среди таких везучих оказался бизнесмен Александр Друганов. Он считает, что именно после общения с коучем его дела пошли в гору. Просто в интернете поискал, почитал отзывы. То есть на основании этих отзывов уже сделал выводы. Я прошел небольшой курс. Он был шестидневный. Шесть занятий по два, по три часа по стоимости. Это было в районе адекватной деньги, до 10 тысяч. Но если эффект от бизнес-коучинга еще можно как-то оценить, то курсы личностного роста явление непредсказуемое. Ведь, как выяснилось, чтобы стать человеком, приближенным к психологии, достаточно вступить в профессиональную психотерапевтическую лигу. У нас есть ступенчатое членство. Наблюдательное, консультативное и действительное. То есть три разных уровня участия. Наблюдательный уровень участия предполагает, что такой статус могут получить люди, обучающиеся, интересующиеся психологией, психотерапией. Там можно не иметь высшего образования медицинского, психотерапевтического или психологического. Поэтому сертификат не гарантия профессионализма. При выборе коуча специалисты рекомендуют обращать внимание на другое. И психологическое консультирование, и терапия, и курсы личностного роста, они не предполагают навязывания каких-то идей внешних. То есть это чистой воды обучение. Если на курсах личностного роста навязываются какие-то идеи, неважно, как они позитивно выглядят, это уже не консультирование, это уже не терапия, это уже что-то совсем другое. По мнению специалистов, коучинг подходит только психически здоровым людям. Решить серьёзные проблемы курсы личностного роста не помогут. Анна Княжева, Евгений Доценко, Тюменское время.